На новых машинах к новым горизонтам. Мы продолжаем рубрику «Вехи истории КАМАЗ-мастер», посвященную 25-летию команды. В этот раз мы представляем вашему вниманию рассказ о том, как в мире стали считаться с Челнинским грузовиком, о том, как КАМАЗ стал превращаться в настоящий раллийный болид. За плечами челнинских спортсменов уже была одна победа, но только в 2000 году впервые в команде опробовали все тактические наработки. На Дакар отправились два экипажа. Это серийный автомобиль, который расположен за переднюю осень автомобиля. И такая компоновка очень удачна для ралли-рейдов. Перед границей Нигера французская разведка сообщила, что готовится вооруженное нападение на караван участников. «Безопасность участников превыше всего. И если будет хотя бы малейшее основание беспокоиться за нормальный ход марафона, ралли придется отменить». Но организаторы нашли решение. За несколько дней самолеты Ан-124 по воздуху перевезли все автомобили участников и журналистов. «Операция представляла собой чистую импровизацию». На автомобиле Владимира Чагина, Семена Якубова и Сергея Савостина был очень серьезный дефект. Течь масла из коробки передач. Приходилось ехать осторожно, беречь грузовик, а потому к финишу он пришел первый и почти целый. В 2002 году был изменен технический регламент. Двигатель гоночного грузовика должен был находиться строго под кабиной. Камазовский мотор пришлось серьезно модернизировать. Машину собрали, но обкатать ее было некогда. На Дакар на ней поехали на свой страх и риск. «Как малейший какой-то прыжок, удар, все смотрели сразу на Ву, и ты что, машину сломаешь?» «И вот он, этот хрусталь, довел до финиша, причем до победного финиша». «Если первое это было просто участие, это нас рассматривали как красных русских, как какую-то экзотику, то в 2002 году мы уже представляли новый автомобиль, новую компоновку, и в техническом плане мы тогда очень сильно выросли». После этой технической победы команда стала гораздо увереннее выступать на Дакаре. Новая конструкция оправдала себя. После модернизации 2002 года в грузовике долгое время практически ничего не меняли.